Вот начались радостные спекуляции, что нефть падает, значит, американским сланцевым и всяческим другим нефтяным вышкам хана, корпорации будут закрываться, это потянет за собой вниз доллар, мир обанкротится, о боже, ко всему конец. Паниковать не надо, по многим-многим причинам. Во-первых, цена, которая нужна, среднестатистическая цена, больше 60 долларов за баррель, чтобы продажа сланцевой нефти была эффективна, она не распространяется на все колодцы. Некоторым достаточно работать за 20. Копнем, в принципе, не так уж далеко, относительно недавно нефть стоила 23 доллара, и как-то добывали, и как-то жили. Теперь это потянет за собой банки, потому что люди инвестировали миллионы долларов в нефтяную продукцию, она упала в цене, и все будет ужасно. Благодаря тому, что идет бешеный отход денег из российской экономики, из России вообще, их нужно куда-то деть. Я это уже упоминал в своих предыдущих видео. В прошлом году я пытался взять кредит, я с трудом мог нашкрабать что-то на 10%. Я сейчас иду подписывать кредит, вот сейчас, после этого видео, по 2.49. Вот. В 4 раза упала стоимость кредита. То есть для тех компаний, которые делали кредиты, которые инвестировали на будущее, это как бы не конец света. Там не 17-процентная базовая ставка, которая превращается в 30%. Если компания берет там 10-20-50 миллионов долларов, она ее берет под ужасно низкий процент. Плюс деньги пришли, то есть этот процент можно добиться суда, которая там будет 0.5%. Вот. Они могут. В Америке понимают проблему, в Америке следят за рынком, и они не дадут просто так, чтобы тысячи компаний закрывались, и народ терял работу, потому что это будет таки доцепная реакция. Поэтому что-то будет делаться, что это остановит. Во-вторых, разработки это не сегодня на сегодня. Ты не начал копать у себя в огороде, если не нашел морковку, то ты разорен. Это на 2-3-4 года. Это будущие разработки. То есть сейчас, даже если они не могут добывать как это самое, как надо, и они не рентабельны на сегодняшний день, для них никто не требует, чтобы они вернули суда сегодня. Эти контракты заключены на 5-10 лет. К тому же, народ немножко сообразительно понимает, что это все-таки рискованный бизнес. То есть там есть страховки, перестраховки. Да, может случиться обвал. Все вероятно. Да, люди любят спекулировать. Но поднимать шум и гам не надо. И основной, и очень довольно-таки важный момент, это тот факт, что люди начинают скупать нефть. У нас в среднем бензин подешевел почти на 50 центов. Это значит, я буду ездить намного больше. Это значит, будет... То есть как бы не нужно зарабатывать дофига. Можно зарабатывать по чуть-чуть. То есть это будет подкармливать экономику. Народ будет ездить, народ будет летать, потому что самолеты подешевеют. То есть одно двигает другое. И еще один такой важный... Важный маленький, но важный нюанс. Россия постоянно выпендривается своим газом перед Европой. И на этой неделе Путин заявил, что они пошлют все в Турцию, а там вы уже разбирайтесь как хотите. Что это значит? Это значит, что Европе нужно будет искать какие-то альтернативы. Помимо возможности качать нефть, не нефть, а газ из Израиля. Вот над этим, я уверен, сейчас идет бешеная работа за кулисами. То можно перейти для тепла на нефть. И многие так и используют. Поскольку нефть значительно подешевела, имеет смысл уйти в нее. Народ будет закупать просто-напросто нефть. В Америке ее дофига. В Саудовской Аравии ее дофига. Россия таким образом вытесняет сама себя из газового рынка. С нефти она пропадает вообще. И газовый тоже потеряет. То есть есть деньги, есть их куда вкладывать. Это временная ситуация. Теперь одна из больших банков Голденса, кажется, и кто-то там из них пару лет назад, когда нефть бешено прыгала туда-сюда, они купили дофигищей нефти. Просто-напросто. Залили несколько барж нефтью и ждали, пока она подорожает. Это была их инвестиция. Вот у нас есть куча нефти. То есть сейчас у нефтяных компаний, если они добыли нефть, она не продается так, как им выгодно. Они могут подождать. Этот продукт особо не портится. То есть паниковать не надо. Америка самый большой потребитель нефти, или один из самых больших, там они с Китаем периодически соревнуются. Тоже ничего, тоже как бы справятся. То есть эту нефть есть куда сохранить. То есть будет обвал, может быть пару, там тройку компаний поддержат убытки, но вся остальная экономика полезет вверх. Энергоносители становятся дешевле, все остальное рвется вперед. Энергоносители становятся дороже, все падает. Сейчас будет бум в связи с энергоносителями. То есть компании, которые именно только занимаются нефтью, им надо будет работать очень четко, очень аккуратно. Не забывайте, что за последнее время системы выработки сланцевой нефти, все это, оно намного ушло вперед. Намного ушло вперед. Поэтому я сейчас читаю статистику. Некоторые как бы добывают на 20-30% больше, чем в принципе в теории они должны были, то, что они планировали. То есть это на 20-30% дешевле добыча стала. Оборудование более стойкое. Чего нельзя сказать, если вы покопаетесь в интернетах, вы найдете информацию, какие проблемы будут у Роснефти, у Сечина и всякое такое, потому что их оборудование, оно в большинстве своем, это остатки СССР, которое не поддерживалось, которое не обновлялось. Запомните, санкции, которые были там, которые набросили после Крыма на Россию, они в основном в нефтяном секторе, нету возможности покупать оборудование. То есть в ближайшие 2-3 года, если ситуация будет оставаться так, как она остается, Россия побежит за этими технологиями, даже за запчастями на запад. То есть нефтяные компании так или иначе свое отработают. Может быть у них будет спад, скорее всего у них будет спад, но у некоторых, которые там полезли на очень рискованные моменты. По большому счету, паниковать не надо, можете продолжать закупать нефть и ставить свои ставки. Всем хорошего дня, не паникуйте.